Первые 6 месяцев года выдались напряженными и не выполнен показатель по воловому региональному продукту при прогнозе 101,5% результат 100,5%. Причины объективные, на ситуацию кардинальным образом повлиял резонансный случай с загрязненной нефтью, попавшей в трубопровод «Дружба». Простой длиной более месяца не позволил добрать 9,5% в РП. Определенные проблемы сейчас существуют и в сельском хозяйстве. Связаны они со снижением производства мяса, однако это не так критично. В следующем полугодии убытки будут возмещены со сбором нового урожая. По остальным сферам динамика положительная. Если говорить по показателям, то определенно радует показатель внешней торговли. Область находится в годовых прогнозных показателях по экспорту товаров на уровне 110%, по экспорту услуг на уровне 108%. Поэтому позицию эту мы будем укреплять, понимая, что работа на внешних рынках – это увеличение тех же объемов при практически постоянном внутреннем спросе. Диверсификация экспорта по-прежнему среди основных задач, когда речь идет о внешней торговле. Активно осваиваются новые рынки Северной Африки и Ближнего Востока. Все больше товаров, произведенных на Гомельщине, отправляются в Китай. Самая востребованная – продукция молочной переработки, металлургия, сельскохозяйственная техника. Важным направлением для развития хозяйственного комплекса остается создание новых производств и, соответственно, новых рабочих мест. По итогам полугодия мы… Создано у нас 348 новых предприятий. Ряд предприятий пока еще на уровне микро и малых предприятий. Но мы надеемся, что они в дальнейшем будут развиваться. Поэтому по предварительной оценке те задачи выполнены. Трудоустроено более трех тысяч человек на созданы рабочие места, в том числе на предприятиях, созданных в этом году. Уже трудоустроено более 500 человек. Еще одна позитивная тенденция – это рост средней заработной платы. По итогам последнего отчетного месяца полугодия – июня она составила 970 рублей. Дмитрий Котов, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова